Так, трансцесса вроде бы включилась. Всем привет! И сегодня я буду стримить детище Bethesda Zelda Scrolls Online. Одна из моих любимых игр, поскольку это Skyrim, но онлайн. К тому же здесь можно играть с друзьями онлайн. Только я себя слышу, мне нужно это пофиксить. Я поняла почему. О, супер. Так, ну, начну я с демонстрации своих персонажей, да? Только я проверю, слышно ли я игру еще. Плюс-минус на мана. Жить можно. Ну, начну я с демонстрации своих персонажей, да? Только я проверю, если я игру еще. Все, проблем нет и не должно быть. Значит, начну я с того, что открою список своих чувачил. Это, короче... Это, короче, мой самый главный, самый первый основной персонаж. Его, короче, у меня зовут Таси-Таси, правильно. Это Каджетка. И не просто Каджетка, еще и Чародейка. И я на ней пока что на данный момент 475 уровня. Очки героя начинаются с... 160. 160, да. А я уже 475. Пауза. Супер. Я проверяла, как работает пауза. Значит, я начинала с этого персонажа. И мне все говорили подряд, никто не верил, да, что ты создала сборную солянку, каджетов, магов не существует, и это все сказки, но нет. Собственно, у меня это, ну, по сей день, самый, наверное, один из самых сильных персонажей. И он наносит приличный урон, так как я изначально создавала ДД. Так что... Это все... Бред. Не верьте никому, кто говорит вам изначально пускать руки. Это мой второй основной персонаж, мальчик. Он, ну, тоже каджет, и его зовут самурай, Тасо. И он некромант. То есть вся нечисть, вот это вот все, скелеты и прочие прелести. Вот это к нему. И он у меня 482-го. Ну, как бы, по сути, по сути, там у меня около 500-го левела, да, просто вот на этом я давно не заходила. Если я сейчас зайду в игру, у меня до последнего обновится. Как бы то, что тут 475, оно станет 482, там, смотря, какой у меня самый последний, там, уровень я получила. Это тоже у меня ДД, он рассчитан на нанесение урона. И такой тоже, знаете, со вкусом собранный. Третий персонаж. Я ее ненавидела очень долго. А вот, 490 у меня, да, максимальный, который я получала левел. Я ее ненавидела, потому что она, ну, какая-то, ну, вот, вот смотришь на человека, да, и какая-то антипатия сразу. Вот это про нее. И из-за этого, как бы, я, ну, наверное, на протяжении двух-трех лет я старалась в нее не играть вообще. Она у меня создана как танк. И танковать тоже нужно, на самом деле, уметь. И мне пришлось очень много всего изучить, просчитать, ознакомиться, чтобы играть за танка. Но, когда я это сделала, я качнула эту, вот, больше всего. Однако, очень тяжело наносить урон, когда ты принимаешь его в основном на себя. Поэтому, как бы, я стараюсь вот тут вот качать уже тоже урон, а не только, как бы, брать весь урон на себя. Но пока что в процессе, да, работаю над этим. И, как видно, она у меня любит лошадок. Еще один персонаж, последний созданный, он пока только вообще 35 уровня. То есть там даже система героев не открыта. Сатами-кун. Сатами, потому что это на японском, кун же, на японском это мальчик. Это тоже мальчик у меня. Он целитель, хилл, то есть других подлечивает. И сатами, так как я взяла японский манер, да, я назвала его сатами, поскольку со это Соболева, та, Таисия и Ми Михайловна. Ну, как бы, мои инициалы. И это арганьянин, хранитель, да, лошадь у него под его костюмчик, а это гибрид ящерицы и черепахи. Ну, в общем, чудо геноинженерии. А Сакура-вишня. Сакура тоже японская, как бы, японская, ну, вишня, так что у нее здесь вот даже веночек Сакуры. Это лесная эльфийка, она клюнок ночи, и, как видно, вампирша. Уровень 38, но ей я в основном захожу в игру, когда нужно кого-то укусить, превратить в вампира, ну, либо просто бы часто. Вот, этим я все чаще и чаще захожу. У него даже оболочка, вон, такая крутая. Вообще, в оригинале он не желтого цвета. Ну, вот, понятно, короче, да. Наверное, играть я буду вот этим основным персонажем, потому что давно не заходила из него, и как-то, ну, соскучилась даже. Так, а пока я посмотрю, пока он грузится, как с телефона смотреть комментарии. Чего-то пока не могу понять. Ой, ну и, пожалуйста, ну и не нужно. Ну, ладно. У меня мозг сейчас не сообразит. Все равно пока загрузка. Так, заходим мы в игру, и перед нами такая табличка. Обычно она предлагает тебе получить награду за то, что ты посещаешь игру, и это вот на месяц вперед. Вот, собственно, здесь замочек, потому что, вот, написано, месяц закончится раньше, чем я успею получить награду. Вот. Ну, вообще, вот это прикольная штука. Never mind. Эх, забей. Да, ну, это нужно по КД, блин, заходить, играть в это. У меня столько игр, столько игр. Наверное, в предыдущей трансляции вы видели, сколько у меня игр, и сколько мне еще играть в них. Так, собственно, мы находимся на данный момент в доме, который я тут купила, и я устрою вам показ мод. Это мой дом. Все лучшее в нем. Вот так вообще суперски, я думаю. Называется поместье Матисона, и начну я вам показывать сад, который я обустраивала очень долго. Это вот, значит, Индрик, мое верховое животное, типа лошадь, типа... Ну, нет, это, по сути, олень, наверное. Бэмби, бэмби, да. Значит, здесь у меня находится сад из яблони, из, опять-таки, сакуры, из сакуры-вишни. Здесь у меня наис деревья. И тут у меня на деревьях... Ой, на деревьях... На здании начинает расти зелень. Дальше уже идет сборная солянка, опять же, из разных деревьев. То есть здесь у меня... Вот там вот, короче... Как вам показать-то? Вот там вот. Вот это вот желтое. Блин, вот тут желтое, справа чуть-чуть другое дерево. Здесь еще одно дерево из всего. И очень удобные лавочки, которые специально обустроены в таком красивом месте еще. И можно сесть, отдохнуть, посидеть, подумать о прекрасном. И на самом деле, наверное, в далеком будущем, когда-нибудь, я бы хотела себе, наверное, такой же уголок, где можно просто присесть и остановить мгновение, жизнь, планету и подумать о вечном. Далее здесь у нас еще один укромный уголочек этого сада. И очень достаточно красивый. То есть тут вот водичка, да? Ну, как бы прудик. И смотрите, что здесь? Это жемчужина и свечки. Ну, как бы ночью это красиво смотрится, да? Ну, вроде бы как, как мне кажется. Опять же таки, это все условно и на вкус и цвет товарищей нет, да? И здесь тоже все различные деревья, которые я сажала, вот этими золотыми ручками. И преобладают, конечно же, сакуры. Еще одна скамеечка, на которую можно присесть, уединиться и просто насладиться мгновением, моментом. Ну, это невероятно красиво. Что ж, мы закончили с просмотром сада. Ну, тут еще вот я, конечно, да покажу, что у меня вот тут тоже я опустила зелень по зданию. Ну, чтобы как-то оживить его. Красивые такие заросты придают особый шарм. Вот тут тоже. Вот. И, конечно же, подсолнухи, куда без них. Просто simples best, что могло бы быть тут. Красная стена, зеленая стена. Так что, да, это все фото зоны, чтобы мой персонаж вот так вот стал, и я его такая щелкнула. Вот. Ну, что тут, там, что там. Тут тоже дерево. Дерево, не поверите, тут везде деревья. И заходим, значит, в сам домик. Перед вами расстилается холл. Ну, как бы прихожая, по сути, да. С таким вот уютным, да, наверное, состоянием. Ну, атмосферой, да, уютной. Очень уютной, где шкуры висят животных, да, огонь, картины, так вот все. Со вкусом, со вкусом. И дальше вы можете пойти направо или налево. Но для начала мы пройдем в ритуальный угол, где совершаются всякие тут деяния. Они очень хорошие, но мы не будем об этом. Значит, здесь у меня тоже лозы внутри пущенные. Мне кажется, что-то в этом есть. Ну, то есть я как биолог, как бы, да, единение с природой максимально. И тут, конечно же, и светлячки, и уголок, конечно же, для гостей. Вы можете пройти, присесть там, да что угодно. Ну, и, конечно же, отведать всяких явств. Конечно же, я как гостеприимная хозяйка предоставила еду. Ну, пройдем дальше. Здесь у нас уголочек с живым деревом внутри. Так тоже бывает, потому что деревья, они обладают такой силой и стремлением к жизни, жить эту жизнь. И, собственно, почему бы нет? Внутри деревья тоже могут расти. Ну, и зеркало, в котором, по идее, должно быть отражение. Ну, вы вообразите, да, оно там вроде бы есть. Инрики, мои дети малые. И первая комната, гостевая. Здесь можно спать, здесь можно тоже отведать, что-нибудь покушать. Я, конечно же, приготовила еду. Вот можно съесть, рыбешку себе оторвать с пивком, нормас, пивас, да. И полюбоваться картинами, ковром. Опять же-таки, живой лозой внутри, в углу. Это как красный угол здесь. Я, конечно, не знаю, стоит ли такое говорить. Но вот здесь, над камином, именно тут, я решила, будет стена памяти. Это всё головы моих бывших. И я считаю, что вполне себе ничего. Так, помимо этого, тут представлены морские гады и овощи. Вполне себе неплохое сочетание. Ну и тарелочку, кому надо. И какая-то жёлтая жидкость, которую, в принципе, можно выпить. Но я бы не стала. Ещё есть красная. Но если жёлтая, все поняли, о чём там может идти речь, то красная тем более. Пойдёмте дальше в другую часть дома. Здесь у нас пёсик. Очень классный экстерьер, который изображает и сочетает в себе все прелести и, собственно, отражает дух одного из моих персонажей, который некромант. Тут тоже башка одного из бывших, да. Собственно, пускай будет, пускай тут. А помимо этого здесь тоже головы. Какая хорошая девочка, да. Извини, по всему дому башки вот такие разбросаны кости просто. За столом сидели мужики и ели. Мясом угощал конюх своих гостей. Та я угощала. Кушайте. Вот это вот рыба, мясо. Это вот всё неспроста. Задумайтесь. Подумайте. Так. Ой, вот эта зона, мне кажется, самая, ну, такая, опять же, такие гостеприимные. При этом, ну, вот, не может глаз не радоваться при виде вот этого вот. Как бы такая территория. Вот берёшь просто, как бы, садишься на стул у камина, греешь душу, кости. Ешь, опять-таки, рыбу. У нас диета, да. Ну, как бы, котики, что они могут ещё есть, кроме как рыбы, да. Вот. Можно сесть, в принципе, на этот стул. Ой, это тибурет. Играю я, конечно, да. Вот. Ещё ближе к огню, когда совсем замёрз. Ну, я считаю, это достойно, достойно. В этом углу у вас предоставляется возможность тронуть твой шкатулку и почитать книги, кому нужно. И вторая гостиная, где тоже находится кровать. Вторая кровать. И, конечно же, рыба. Куда без неё. Также, опять-таки, красная жидкость, жёлтая жидкость. Вы сами думаете, что там. Тоже можно сесть, покушать, отдохнуть. Кайфануть. Ну, и, думаю, стоит подняться, да, наверх. Здесь а-ля картинная галерея «Трон». Да, который... Как вот без «Трона» в картинной галерее, да? Как-то не представляется. Значит, снова деревья в помещении. Да, у меня это всё возможно. Я биолог, будущий генетик. И у меня деревья растут из камня. Вот прям вот так. Да. Ну, бывает, что я могу сказать. Здесь тоже своя атмосфера. Ну, вайб, да. Можно тоже присесть. И, собственно, это всё. Но, в целом, мне кажется, неплохо, неплохо. Особенно вот деревья. Я бы полазила, если бы можно было. Ну, прикольно вот тут вот сесть на дереве, свеситься. И так вот хорошо, сразу на душе. Тут, конечно же, снова кресло, трон, письма или жалко их подобие. Картина, конечно же. Вот. Что ещё можно показать? Можно показать выходы на балкон. Например, тут. Тут. Он очень маленький, этот балкончик, самый угловой. И поэтому мне не нравится. Поэтому не очень, не nice балкон. А основной балкон вот тут. Он большой, красивый, просторный. С ковром, конечно же. И, ну, релакс-зона. Куда без неё-то? Так вот садитесь тоже. И балдёж. Оу, еее. Ну, как бы я считаю, вполне себе ничего. Вот так вот вышел летом. Сел на балкон. С книжечкой. С круассанчиком. С чашечкой кофе. И всё. И как бы уже, уже день начался отлично. И уже, как бы, считай, всё. Уже можно завершать день. Уже всё отлично. А следующая комната. Я её называю общагой. Потому что здесь кровать. Ещё одна кровать. Видимо, для нежелательных гостей. Ну, точнее, для тех, которых, как бы, я не особо ждала. Ну, так как я гостеприимная, вот, ложитесь тут. И для гостей, которых я очень ждала. Также камин. Всё те же бошки. И белишко. Постирал, повесил, где пришлось, да, сложил. Неплохо, мне кажется. Вполне себе тоже со вкусом. К тому же, виды такие. Как бы, зачем тебе комната в помещении, когда у тебя есть комната снаружи, причём такая? Я считаю, большего, как бы, и не надо в этой жизни. Вторая комната – это ведьминская, как бы, как мы тут видим, тут жертвенные всякие приношения можно совершать. Вот, это мой портрет. Всё для меня, себя, любимой. Кожа растянута. Опять же, головы, какие-то прыщавые грибы. И сердце, что ли, чьё-то. Ну, да. В общем, вот виды. Лучше, ну, да, посмотрите лучше на виды. Потому что вот это не надо, это плохо. Не будьте, как я. Дальше. Ещё один вид. С другой стороны. Тоже балкон. Ну, тоже небольшой, но открывается вид как раз-таки на сад. На деревья, которых тут бесчётное множество всеразличных. Ну, и можно посмотреть на себя на этом балконе. Там вот флажки я ещё вешала наверху, старалась. Я считаю, что вот, как бы, нехило-нехило. Сейчас мы умрём чуть-чуть. Ей было больно, судя по звукам. Но мне нет. Вот. Значит, ещё я делала пристройку, чтобы можно было посидеть на троне. И с тыковкой, с фонариком понаблюдать за видами, сидя вот непосредственно вблизи такого вот, как это, оврага, обывала. Короче, с краю. И я считаю, тоже неплохо выглядит. Смотришь на жизнь других людей, как на чужих участках голые люди ходят. Чисто дачи. Неплохо, неплохо. И что можно ещё показать? Можно показать, ну, вот, опасная, как бы, вещь. Да, я постараюсь не упасть. Я же сама это строила, да, вроде как. Должно быть всё ок, норм. Можно вот с этого балкончика понаблюдать, да, за видами всякими. Тут тоже неплохо, я скажу, они такие красивые. Даже вот с этого ракурса. Но мы идём дальше. И дальше лучше. Вот. Смотрите, вот с этого ракурса, какие виды открываются тут. Я, кстати, чуть не упала, но не подала виду. Ну, тоже неплохо, я считаю, вот этот мостик над речкой. Сумела его тут тоже. Сумела найти, короче, красивые точки. Обозрение, вот. И пристроила к ним доски. Ну, это, типа, максимум, да. В целом неплохо, я считаю. Ну, как бы, этот дом, его цена себя оправдывает. Вот, как бы, по соотношению цена-качество, прям, топ 5 из 5. Вот. Это был мой дом. Красивые виды в нём. А теперь начнём играть по-жёсткому. Так. Надо посмотреть комментарии, кстати. Ой. Это я, королевшу, да, смотрю? Сегодня же вышла третья серия. А теперь начнём играть по-жёсткому. Угу. Значит, чё у нас там? Блин, я себя слышу. Так, у нас поля сражений. Это ППП. Можно. В принципе, можно. Мы делаем это для того, чтобы левел качать. Ну, типа, очки собирать, ну, которые потом можно преобразовывать в системе героев в какие-то... Ну, хоть они и пассивные, да, но они тоже очень важны. Ну, например, военное искусство, куда можно качать магическое превосходство. Почему нет? Угу. Вот. И так далее. Ещё мне пришло что-то. Срок продажи. Да, тут можно ещё продавать вещи. Ну, не очень-то и нужно. Можно, но не очень-то и нужно, да. Ну, типа, деньги виртуальные получать. Вот эти 131, ту же самую золотую. Например. Вот. телепортируются они вот так. Телепортируются они вот так. и... и... Саммерсед, конечно. Там виды вах-вах-вах прям. Тут другие игроки, с которыми можно, в принципе, заобщаться. Но, опять-таки, не очень-то и нужно. Аааа... И мне очень нравится в пвп и шар хаос огненный дракон огненный дракон обозначает команду которой я отношусь она мне оранжевого цвета шар хаоса это ну такое как бы состязание когда ты должен перехватить этот шар и он тебя будет наносить урон но при этом ты как бы должен должен найти в себе силы донести его до своей базы забрать у чужих игроков тут вот справа видно есть зеленые и фиолетовые еще игроки помимо оранжевых я за оранжевых играю вот я должна зелеными и фиолетовыми вот они их назвал именно я должна с ними соревноваться как-то не люблю на самом деле шар хаоса потому что меня убивают ну ладно вот уже зеленые эти твари ну как бы я пытаюсь но но все тщетно меня уже убили вот поэтому я не люблю шар хаоса если захват реликвии еще нормально я могу ее захватить победить там как тачки принести команде а шар хаос чуть мне не особо еще есть бои насмерть это когда ты но как бы убиваешь других игроков больше смертей твою пользу тебе же лучше вот здесь у нас собственно опять моя смерть можно я не буду зашла чисто просто вот по умирать показать дом и ушла хочется слить на самом деле но так плохие люди поступают поэтому я уже доиграю ладно мы все равно не выигрываем мы проигрываем выигрывают вот лидеры зеленые справа видно что у них больше всего очков и потом можно пойти в красивый какой-нибудь данж подземелья и там уже думать 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 даже не не дают блин бесит я не успеваю вообще сделать ничего меня просто убивают у меня есть идея можно просто походить и посмотреть эту карту чё на ней значит возрождаюсь я тут на нашей точке можно пойти в эту сторону тут у нас красивые виды я создаю питомцев вот этот вот урод но он хорош он наносит достаточно большой урон и вот эта красавица она хилит меня конечно понятие красивости относительные у каждого свое но но их не обижаю они мои помощники так вот это вот база зеленых тут центр в который лучше на нанесу ваться вон там сечи я пожалуй погуляю пойду ой чё серьезно у меня откуда-то шар вот он меня наносит урон мне стрёмно помогите с какого-то фига у меня тут это шарик да я не знаю как так вышло ну ладно шарик был я не знаю почему так вышло но но ок видимо персонажами меня пробегал умер и шарик передался мне но меня пятаке убили поэтому счастье было недолгим так и пока могу посмотреть кто у меня из друзей никого в сети никого обычно я с кем-то играю потому что но одной как-то скучно на самом деле ну чё ты зашел тебя поубивали вот так вот пару раз всякое желание играть уже как-то пропал само собой я думаю вы понимаете о чем я поэтому ну чё-то как-то ну ну и да так себе хоть по убивающие кого-нибудь мне вот мне вот интересно можно можно кого-нибудь убью они меня все пускай будет тут давайте вот так об опору попору попору чик вот отлично я кого-то мочу наверное наверное вот давай 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 убивая вот я его убила замечательно можно посмотреть итог тут что я убила одного человека и четыре раза уже умерла вау да прям лакшери соотношение полезности так себе конечно вот еще щас одного убью сказала она и убили ее зачем я в это вошла я теперь поняла почему людей любят пвп рубиться но вот происходит это и в чат никто не заходит ну ладно вот собственно такой обзор людей которые не знают что это я считаю неплохой достаточно ты понял что тебя тут убьют расчленят и даже суваться не будешь в игру наверное это полезно тоже знать я считаю ну как бы объективно да вот вот объективно вот что с тобой происходит когда ты заходишь в эту игру ну это когда ты в одиночку да поэтому лучше конечно приводить друга играть с кем-то а так конечно да что поделать ну как бы я могла собственно и не заходить до в пвп это не обязательно но но ой сюда я упала я упала сейчас чисто у людей в мыслях тупая девка я соглашусь но так вышло извините очень неприятно да когда ты проигрываешь но у меня почему-то всегда так первый раз когда заходишь ты обязательно проигрываешь а потом потом все уже потом прет везуха и больше опыта и прочее но не в этот раз ну я найду себе силы жить с этим справиться собственно потом я зайду в данж там будет повеселее покрасочнее особенно в моем любимом данже это своды безумие наверное туда я и пойду помоту что потому что мне на опыт честно пофиг я тут не стараюсь хай-левел занятия всегда есть люди которые лучше как бы тебя да вот просто вот чисто эстетическое наслаждение получить конечно после хогвартс легаси что-то как-то мне вот это нафиг не надо да но я зашла потому что народ попросил показать и поэтому показываю почему нет вот были времена когда я сидела здесь 24 на 7 прям не вылази были же времена как я вообще жила но вот бывает и такое когда это зараза я победила что ли ну почти что это вообще было я еще одного завалила ну нормально нормально вот собственно говорить пока нечего сюда иди сюда иди иди сюда ну иди сюда куда ты пошел команда в ребазе копья хэнс парам-пам-парам вам вам сейчас я устрою вам разнос сейчас будет тачдаун кого мочить кому-то я там устроила уже еще два из его завалила но я считаю это неплохо неплохо я не на последнем месте в отличие от монстр энергии но и при этом девять раз умерла ладно теперь можно в свободы безумия и собственно на этом наверное закончу эту анасоциацию потому что это прикольно когда с кем-то идешь мочишь в триалы например в данже какие-то особенные особенно когда выдают подписку эсо плюс она вот здесь где-то можно посмотреть вот это плюс она бывает бесплатно выходит у тебя очень много всяких преимуществ ну пока что вот она платная что ж пока воздержусь пожалуй и мы пойдем в подземелье ветеранское и как я там говорил своды безумия вот мое любимое подземелье ну я думаю оно стоит того чтобы продемонстрировать пока что можно показать красивые места например саммерсет я думаю вы поймете почему мне нравится вот уже сейчас его видно да ну что он как из сказки как мой домик поместье матьисона уроды живы со мной будут ходить что это а вот кто-то и трианский архив проходил это как раз триал ну вот красиво же да в каком-то определенном тоже стиле домики такие прям ну я думаю это стоит того чтобы это показывать вот можно пойти на побережье вот кстати моя подружка пидрушка ее зовут эмбер мы с ней вместе любим мы с тамарой ходим пары вот она кажет я кажет мы такие прям инь-янь этой цепи ну реально неплохо смотрятся я считаю вместе так сядем на лошадь как я такая она и поскачем вот туда кстати книги разбросаны по всему миру желательно собирать читать вот например одна лежит вот мы типа их читаем и у нас повышается magic магика мне еще прикалывает спец эффекты моей лошади после нее такие эти остаются снежные ну это же снежный эндрик снежные следы вот как сегодня блин март на улице снег нас блин завтра лыжи вообще обещали в унике это уму непостижимо вот я считаю красиво но вот тут вот вот это вот на камне особенно это все многого стоит да вот это все тут кто-то опять с кем-то сражается ну пускай мы не будем им мешать блин ну вот как только стоит показывать красивые виды начинается дождь что это такое дождь резко проходит ну замечательно вот можно погулять по побережью собрать кучу мобов которые злы на тебя можно попробовать сразиться с боссом но лучше не надо но так в целом мне нужно поесть ну как обычно куда штай и без еды сейчас мне нужно убежать в безопасное место очень безопасно вот тут в водичке значит что мы можем есть у нас действует камень вора я бы свиток опыт взяла но зачем я сейчас выйду а из еды у нас вкусненькие 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 нет это запас сил это фигня должны быть эти черепа ну вот чашу же за жуткими глазами ну мускай будет она вот теперь у меня показывается что маги у меня увеличивается ее восстановление тоже неплохо я считаю мне кажется мы не дождемся сегодня очереди в подземелье но пока подождем атмосферненько атмосферненько тешим себя надеждами на то что мы дождемся ой что это было кто-то в меня что-то там пульнул ты на меня бычишь да серьезно и он просто умер кто это вообще был фу мухи какие-то гадость так мы пойдем охотиться за зачем ну вот эти вот кристаллики изображены это короче можно очки собрать можно я думаю только у меня не получится мне не позволяют туда войти ну ладно попробуем по-другому что там происходит это что вообще какой-то туман это очень странно выглядит но ну ладно что вообще это такое да ну нахер так проходим мимо да попытка была одна проходим мимо где-то там вон наверху находится этот кристалл ах хрен с ним они столько разбросано по всему миру что не критично вон убьем лучше саламандру с двух попыток изи катка можно кстати кого-то поубивать смех для воды смех хех хех ну есть же в этом что-то почему мы не видим этого и индюка а индрика ладно мы почему-то его не видим ну пускай он невидимый что ли либо либо забагованная игра что-то пошло не так ладно ладно ну вот есть же в этом что-то ну вот глаз радуется я не знаю как у вас у меня прям вот кайфует мы куда-то пришли эм гильдийские торговцы наверное у них все очень дешево наверное но это не точно меня просили подключить комментарии зачем если никто не комментирует ладно мне нужно найти где эта хрень что-то я потерялся а все понял вот нашла дорожное светилище замечательно ну вот тоже как бы в таком своем стиле вот эти вот лозы которые пустили по архитектуре ну есть в этом же нет вот в этом нет ничего в мертвом животном а вот в лозах есть что-то женщина-кошка фури вот ладно хочется тут вот время проводить потому что столько всего неизведанного какие-то твари морские вообще непонятно подожди кто ты что ты ну вот да короче чтобы долго не мучить народ я наверно прекращу трансляцию и продолжу потом потому что что-то не везет нам в очереди долго стоим в любом случае вы поняли о чем эта игра ну а если захотите еще каких-то обзоров я обязательно сниму чао бомбино чао бомбино чао бомбино и а и а и и